Всем привет вы на канале планета земля и сегодня мы окунемся в Балтийское море. Но прежде чем окунуться нужно выяснить где оно и можно ли в нем купаться, да и не укусит кто за ногу. И вообще нужно узнать про Балтийское море как можно больше информации. Мне кажется оно таит в себе не один десяток, а то и сотню тайных загадок и некоторые мы с вами разгадаем по ходу знакомства. Поехали. Балтийское море самое молодое на планете Земля. Чтобы это выяснить мы познакомимся с тем как же оно появилось. История возникновения и развития Балтийского моря началась при отступлении последнего Валдайского ледника примерно 15 тысяч лет назад, когда край ледника протягивался вдоль южной границы моря и дальше через Калининградскую область и Литву. Ледник был очень большим, его толщина достигала более одного километра и когда он отступал, то как утюгом прогладил нашу землю, сглаживая возвышенности, царапая твердые породы, захватывая с собой массу рыхлого материала, щебня и валунов. При этом лед превращался в огромные массы воды, уровень океана повышался и появилась серия предлениковых озер. По мере отступления ледника эти озера соединились в единое Балтийское ледниковое озеро. Было оно очень холодным, в нем даже плавали айсберги. Озеро еще не соединилось с Атлантическим океаном, поэтому было пресноводным. Заключенный в леднике валуны и рыхлый материал оседал на месте, образуя моренные отложения, состоящие из смеси глины, песка, щебня и камней. Кстати, у древних славян и греков существует легенда о происхождении валунов на земле, тоже связанная с ледником. Когда ледник стал таять, то на побережье Великого океана стали образовываться огромные волны цунами, которые накрыли собой всю землю. Когда волны отхлынули, то суша вся была покрыта валунами разных размеров. Это были боги и люди, жившие на земле, превратившиеся в валуны. Балтийское ледниковое озеро просуществовало около 4000 лет, когда ледник освободил низменную часть Швеции и земная поверхность под давлением ледника прогнулась и образовался пролив. Через него воды Балтийского ледникового озера соединились с водами Атлантического океана, осолонились и образовалось Иольдивое море по названию наиболее распространенного тогда моллюска Иольдия. Произошло это примерно 10 тысяч лет назад и просуществовало около 500 лет. В дальнейшем связь с океаном нарушается впоследствии падения его уровня и очередного поднятия земной поверхности. Возникает теплое пресноводное Анциловое озеро по названию моллюска Анцилиуса. Это озеро просуществовало около 600 лет, но вскоре ледник совсем растаял и уровень океана достиг датских проливов. Произошло соединение Анцилового озера с океаном. Воды опять осолонились и появилось Литориновое море, опять же по названию ведущего вида моллюска — Литорино. Это море было предшественником современного Балтийского моря и произошло это около 7 тысяч лет назад. На юге границы Литоринового моря практически совпали с границами современного Балдийского моря, а на севере они заходили на прибрежные равнины, оставив там свои следы в виде береговых обрывов и валов. Когда земная кора освободилась от ледниковой нагрузки, береговые линии изменились и появилось Балтийское море, такое, каким мы его сейчас и видим. Балтийское море всегда служило связующим звеном для общения народов. В глубокой древности его берега населяли западные славяне, германские, балтийские и финно-угорские племена. Аватаги варягов совершали свои набеги. Западные славяне занимали тогда почти все южное побережье Балтийского моря, включая остров Рюген. Кстати, этот остров славяне называли Руян. Он послужил прообразом острова Буяна в сказке Пушкина, сказка о царе Салтане. Существует одна славянская легенда, которая повествует, где-то в море Океане на острове Буяне стоит гора огромная, сложенная с белгорючь алатырь камня. Под этой горой сокрыта сила великая и нет той силы ни конца, ни края. Эта славянская легенда имеет вполне научное историческое обоснование. Морем Океаном славяне называли Балтийское море. Островом Буян или Руян называли нынешний немецкий остров Рюген, расположенный в юго-западном углу Балтийского моря. Белгорючий алатырь камень не что иное, как янтарь. Действительно там до конца 12 века обитали славянские племена, впоследствии завоеванные германцами. И как показали археологические исследования, на острове добывали янтарь. Но потом месторождение иссякло. Многие слышали выражение «из варяг в греки». А что оно означает, давайте разберемся. Оказывается, это был водный путь. Водный путь из варяг в греки также назывался варяжским или восточным. Он соединял север Балтийское море и юг Византию, до 12 века оставаясь одним из самых важных и востребованных. Огромное значение путь имел для русских купцов, которые могли торговать с Константинополем и скандинавскими странами. Хотя первоначально дорогой пользовались варяги для нападения на Европу. Путь из варяг в греки пролегал только по водной поверхности – рекам, озерам и морям. В условиях 10 веков это было крайне удобно для тех, кто желал поскорее добраться из одной точки в другую. Стоит сразу отметить, что название варяги и греки не полностью соответствует современным. Варяги на карте – это скандинавские жители, обычно наемные воины. Греками же в Древней Руси были жители Византии, которые говорили на греческом языке. Путь из варяг в греки проходил по следующему маршруту. Он начинался на скандинавском полуострове в одном из крупных торговых городов – Сигуне или Бирке. Также он мог начинаться на острове Готланд или на южном берегу Балтийского моря в Шицине или Старигарде. Далее он проходил по Балтийскому морю и выходил через Финский залив. После этого корабли следовали по реке Неве в Ладожское озеро, проплывали реку Волхо в озере Эльмень, следовали по рекам Лавать и Днепр. Через Черное море корабли добирались до Константинополя, он же Царьград, нынешнего города Стамбула. Таким же образом плыли в обратную сторону. Некоторые специалисты подвергают сомнению существования пути из варяг в греки как постоянно действующей транзитной торговой магистрали, не отрицая возможности отдельных плаваний. Приводимые ими аргументы очень даже существенны. В основном говорят о трудности плавания, в котором необходимо преодолевать волоком водоразделы, а это крайне тяжело тащить корабли на себе. И существовали пути намного проще, но все равно они были завязаны на Балтийском море. В средние века Балтийское море играло центральную роль среди северогерманских городов, которые входили в Ганзайский торговый союз. А Ганзайский союз, или упрощенно Ганза, это уникальный по своим масштабам и географии, не имевший ни прежде, ни впоследствии аналогов в мире. Богатейший торгово-экономический, политический и военный союз на добровольной или взаимовыгодной основе, свыше сотни крупных городов средневековой Северной и Западной Европы, в основном оформившейся к середине 13-го столетия, просуществовавшей затем еще несколько столетий и, по сути, самим своим существованием заложивший фундамент современной международной торговли. Так, вплоть до 16-го века сильнейшей экономической силой в Северной Европе была Ганзайская лига. В 16-м и начале 17-х веков Польша, Дания и Швеция вели войны за господство над Балтийским морем, и, в конце концов, именно Швеция фактически отхватила Балтийское море. Целью шведской войны в 17-м веке было сделать Балтийское море полностью Шведским морем, что было и достигнуто, за исключением части между Ригой в Латвии и Штенином в Померании. Однако, в 17-м веке голландцы доминировали в Балтийской торговле, а в 18-м веке Россия и Пруссия стали ведущими державами на море. Поражение Швеции в Великой Северной войне привело Россию к Восточному побережью. Россия стала и оставалась доминирующей державой в Прибалтике. Петр Первый увидел стратегическое значение Балтики и решил основать свою новую столицу — Санкт-Петербург, в устье Невы на восточной оконечности Финского залива. Велась большая торговля не только в Балтийском регионе, но и с регионом Северного моря, особенно с Англией и Нидерландами. Во время Крымской войны совместный британский и французский флот атаковал русские крепости на Балтике. Этот случай также известен как Оландская война. Они обстреляли Свеборг, который охраняет Хельсинки, и Кронштадт, который охраняет Санкт-Петербург, и разрушили Бомарсунд на Оландских островах. После объединения Германии в 1871 году все южное побережье стало немецким. Первая мировая война частично велась в Балтийском море. После 1920 года Польша получила доступ к Балтийскому морю за счет Германии по польскому коридору и расширила порт Гдыня в соперничестве с портом вольного города Данцига. После прихода нацистов к власти Германия оккупировала прибалтийские государства, и в годы Второй мировой войны Балтийское море стало братской могилой для множества как военных, так и мирных жителей. Да плюс к тому еще затонуло огромное количество техники. В 2005 году российская группа ученых обнаружила на дне моря более 5000 обломков самолетов, затонувших военных кораблей и других материалов в основном времен Второй мировой войны. Касательно слова «Балтика» существует две основные версии его этимологии. Первая, предложенная еще Адамом Бременским, атлантистского слова «балтес» — пояс. Поэтому, что это море, подобно поясу, простирается от Скифии до Греции, опоясывая Европу. По другой версии слово происходит от «балтославянского корня», к которому восходит в частности русское болото. В старославянском слово выглядело как «балто» или «блато». Ну что же, с историей мы вкратце разобрались. Теперь наша задача заняться географией. Его длина составляет около 1600 км, в среднем — 193 км в ширину и в среднем — 55 метров в глубину. Максимальная глубина составляет 459 метров. Площадь поверхности составляет около 350 тысяч квадратных километров, а объем составляет около 20000 км. Береговая линия — около 8000. Балтийское море является одним из крупнейших по площади солоноватых внутренних морей наряду с Черным морем. А солоноватая вода, встречающаяся в естественной среде, имеющая большую соленость, чем пресная вода, но не такая плотная, как морская. Это может быть результатом смешивания морской воды с пресной водой, как в устьях река ниже Стуарии. И самым большим водоемом с солоноватой водой является Каспийское море. Но мы же знаем, что это не море, а озеро. Так что мы плывем дальше. Балтийское море глубоко вдается в сушу Европы и омывает берега России, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Германии, Дании, Швеции и Финляндии. Крупные заливы Балтийского моря — это Финский, Ботнический, Рижский, Куржский, Пресноводный залив, отделенный от моря песчаной Куржской косой. Некоторые исследователи выделяют также архипелаговое море. Крупные острова — а это Готланд, Эланд, Баранхольм, Волин, Рюген, Оланзия и Саарема. Крупные реки, впадающие в Балтийское море — это Нева, Нарва, Западная Двина, Неман, Преголя, Висла, Одер и Вента. И еще 250 рек, впадают в Балтийское море. Балтийское море находится в пределах материкового шельфа. Дно в южной части моря равнинное, на севере — неровное и скалистое. В прибрежных районах среди донных осадков распространены пески, но большая часть дна моря покрыта отложениями из глинистого ила, зеленого, черного и коричневого цвета, ледникового происхождения. Особенностью гидрологического режима Балтийского моря является большой избыток пресной воды, образовавшейся за счет осадков и речного стока. Общий речной приток в море вместе с атмосферными осадками составляет приблизительно 600 кубических километров пресной воды в год, что формирует частично опресненный верхний слой водоема и снижает его соленость в целом. Солоноватые поверхностные воды Балтийского моря через Датские проливы уходят в Северное море, а в Балтийское море поступают с глубинным течением соленые воды Северного моря. Общий сток слабосоленой воды составляет 975 кубических километров в год, приток соленой – 475. Из-за относительно небольшой глубины Датских проливов, значительное влияние на обмен воды между Северным и Балтийскими морями оказывает штормовые нагоны. Во время штормов, когда вода в проливах перемешивается до самого дна, водообмен между морями меняется. По всему сечению проливов вода может идти как в Северное, так и в Балтийское море. Приливы в Балтийском море полусуточные и суточные, но их величина не превышает 20 сантиметров. И в связи с плохой циркуляцией возникают так называемые «мертвые зоны Балтики». Плюс к тому же на их развитие способствует избыточное поступление в акваторию Балтийского моря азота и фосфора в результате смыва с удобряемых полей, с коммунальными стоками городов и отходами некоторых предприятий. Из-за этих биогенных элементов море становится переудобренным, органические вещества не полностью перерабатываются и при дефиците кислорода начинают разлагаться, выделяя сероводород, губительный для всех морских обитателей. Мертвые сероводородные зоны уже занимают дно крупнейших впадин Балтийского моря, Барнхольской, Готландской и Гданьской. В 70-х годах прошлого столетия сероводородные зоны были найдены и в некоторых углублениях Рижского залива. Также эти зоны при слабой циркуляции накапливают тяжелые металлы, ртути, свинца, меди, цинка, кадмия, кобальта и никеля. Около половины общей массы этих металлов попадают в море с атмосферными осадками, а остальная часть — при прямом сбросе в акваторию или речным стоком бытовых и промышленных отходов. Также добавим загрязнение нефтью. С различными стоками в акваторию ежегодно попадает до 600 тысяч тонн нефти. Она покрывает поверхность водного зеркала пленкой, не пропускающей кислород вглубь. Аварийные разливы нефти в большинстве случаев происходят в прибрежных и шельфовых зонах, наиболее продуктивных и в то же время уязвимых районах моря. Также можно добавить сюда захоронение на море химического оружия после Второй мировой войны. И получается не очень радужная картина. Но ряд прибалтийских стран уже приняли серьезные меры к уменьшению выброса загрязняющих веществ в Балтийское море и во впадающие в него реки. А шведы пошли еще дальше — они занимаются проектированием ветряков, способных создать циркуляцию кислорода на дне впадин. А мы переходим к климату. А климат Балтийского моря — морской, умеренный, находится под сильным влиянием Атлантического океана, характеризуется сравнительно небольшими годовыми колебаниями температуры, частыми осадками, довольно равномерно распределяющимися в течение года, и туманами в холодные и переходные сезоны. В течение года преобладают ветры западных направлений, которые связаны с циклонами, проходящими с Атлантического океана. Температура воды в Балтийском море значительно варьируется в зависимости от точного местоположения, сезона и глубины. Летом вода может прогреться до 17 градусов, а вот зимой все интереснее — море, как мы выяснили, не очень соленое, да и регион не южный, поэтому море иногда замерзает. С 1720 года Балтийское море полностью замерзало 20 раз — последний раз в начале 1987 года, который был самой суровой зимой в Скандинавии. Тогда лед покрыл 400 тысяч квадратных километров. С зимой 2011 года максимальный ледяной покров составил 315 тысяч, так что купаться можно летом. Но и тут, оказывается, не все так просто. Не многие знают, что Балтийское море, да и не только Балтийское, даже в самую благоприятную погоду представляет собой большую опасность. Зачастую причиной гибели отдыхающих на воде становятся так называемые «разрывные течения», они же отбойные. Разрывное течение — это узкое, быстрое, переменное поверхностное течение, направленное перпендикулярно к берегу в сторону открытой воды. Наиболее часто подобные течения встречаются в устьях бухт или бухтообразных вогнутостях берега, по краям которых находятся небольшие мысы — отмели. Также отбойные течения могут образовываться на крутых поворотах рек. Но возникают такие течения не везде, а только там, где этому способствует рельеф дна. Так что нужно быть предельно внимательным. Еще на Балтике встречаются водяные смерчи. Явление хоть и редкое, но имеет место быть. Автор еще про акул не рассказал и тем самым отбивает бы все желание купаться. Ну да, они есть — это катраны, но как и в Черном море небольшие. И кроме колючек на спине опасности не представляют. Присутствуют и сельдевые акулы. Но они редки из-за недосолености воды. И раз уж зашел разговор о живности, о ней и поговорим. Вода, как говорилось здесь, не такая соленая, как в других морях. Поэтому некоторые ученые условно разделяют обитателей Балтийского моря на пресноводных и морских. В заливах в основном обитает пресноводная рыба. Морская же находится в отдалении от берега. В Балтике водится балтийская килька — весьма распространенная в Европе рыба. Одно из известных названий — европейский шпрот. Салака, треска, камбала, угорь, окунь, лосось, корюшка и ряпушка с сигом. Где вода более пресная, встречается щука, лещ, ясь, судак и налим. Помимо перечисленных рыб, в Балтийских водах обитают моллюски, кальмары, мелкие ракообразные и донные рыбы. Очень редко встречается мохнаторуки краб, который появился здесь относительно недавно. В Балтийском море встречаются и медузы. Самая большая оциания обитает недалеко от вод Дании. В остальном пространстве живет безобидная медуза Аурелия. Из млекопитающих в Балтийском море живут только тюлени трех видов — тювяк, он же серый тюлень, нерпа — обычный тюлень и морская свинья. Не путайте с грызунами. Иногда заплывают киты и дельфины, но это редкость. Но с каждым годом рыбаки говорят рыбы все меньше и меньше. Того же лосося уже мало кто видел. Это связано и с чрезмерным выловом и с экологической обстановкой. Балтийское море представляет собой сложную экосистему, на которую влияют как природные, так и антропогенные факторы. Оно подвергается сильному стрессу в результате экологических проблем. И современная экологическая обстановка далека от идеальной. Человек все больше вмешивается в жизнь Балтики, загрязняет окружающую среду отходами, производства и быта. Очень опасны для Балтики нефтяные загрязнения. Нефтяные пленки нарушают газовый, тепловой и водный баланс моря. И при любых видах человеческой деятельности необходима осмотрительность, расчетливость и бережливость. Тогда и не будет стыдно перед потомками за оставленное нами природное наследство. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами был канал Планета Земля